Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев выступил перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности областного правительства в 2015 году и задачах на перспективу. Губернатор отметил, что 2015 год был тяжелым в экономическом плане, однако ряд ведущих областей сохранил положительную динамику развития. Хороших результатов мы добились в сельском хозяйстве, увеличив объемы производства на 8% к предыдущему году. Это шестое место в ЦФУ. Вод жилых домов увеличился на 10,5%, это пятое место в ЦФУ. Говоря о развитии промышленного сектора, губернатор отметил, что положительную динамику развития в 2015 году сохранили химическое, металлургическое, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продуктов. В рамках реализации федеральных целевых программ по реконструкции и модернизации предприятий обороны промышленного комплекса привлечены средства федерального бюджета в сумме около 2 миллиардов рублей. Также Олег Ковалев ответил на вопросы депутатов от каждой фракции, а в областной думе их 4 – КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и Единая Россия. Какие меры принимало правительство в 2015 году, чтобы не допустить включения РНПК в консолидированную группу налогоплательщиков? Это решение принимается без нас, без нашего участия. И, к сожалению, вот эти вот спецналоговые инспекции, которые и налоговые инспекции межрегиональные, куда платят они налоги, их даже наша госналогслужба не контролирует. По итогам депутаты приняли отчет главы региона к сведению. Помимо депутатов, на ежегодный отчет губернатора перед региональным парламентом приглашаются руководители региональных и федеральных структур, главы муниципалитетов и представители общественности. Отчет Олега Ивановича Ковалева воспринимался как логичное продолжение на региональном уровне того диалога нашего президента Владимира Владимировича Путина с российским обществом, который состоялся вчера в рамках прямой линии. Я должна сказать, что практически во всех акцентах и приоритетах мы наблюдали совпадения, и это очень важно. Также в рамках заседания Думы глава региона представил кандидатуру на вакантную в областном правительстве должность заместителя председателя правительства Рязанской области. Олег Ковалев, рекомендуя Сергея Дудукина, обозначил круг вопросов, который будет курировать новый зам, в частности сельское хозяйство. Ну планы на самом деле губернатор поставил. Я благодарен Олегу Ивановичу за то, что он пригласил меня именно на эту отрасль. На сегодняшний момент АПК это та отрасль, которая развивается.